Он родился в 1922 году, мы разговаривали с одной девушкой, про своих родителей. И его забрали в армию, он рассказывал, в Иркутской области он жил. И весь девятый класс забрали в 1941 году зимой. И целый девятый класс его взяли за казармой. И это были, судя по его рассказу, это были обыкновенные ребята. Когда нас, он рассказывал, какой я был дурак, говорит он. Когда нас привезли на место сбора, и мы должны сесть в автобус и ехать в Иркутск, за 200 километров, то родители пришли провожать, но на войну забирают мальчиков. И поскольку были девчонки там из класса, мне было стыдно целоваться с отцом, и я его не поцеловал. И потом пят лет жалел об этом. Их привезли в учебный центр и отобрали связистов с хорошим слухом. И са взели хора с добър слух. Да, и полгода они учились, или там сколько-то месяцев. И потом, говорит, распределение было, и нас построили. И сказали, на первый, второй рассчитайся. И мы, говорит, рассчитались, вторые номера, четыре шага вперед. А я остался в этом. А все мои пацаны там. И мне кричат, Гринка. Пацаны кричат, Гринка, иди к нам. И я, говорит, побежал, а старшина увидел. И говорит, ну-ка, вернись назад. И я стал назад. Их направо, и повезли. И идите, идите ги взеха, и ги откараха. И, значит, и эта группа уехала на Западный фронт. И тази группа заминала за Западния фронт. Това и было в Чита. А нас направили на границу с Манчжурией. Пак так са ги взели за границата с Манчжурией. И в 45-м году, когда... И 45-та година. Я приехал домой. Когато се върнах в къщи. В классе я один остался. Останах сам в класса. Обычная история. Так что 9 мая это... А я сегодня прочитал какой-то артист у нас российский. В телесериалах все время играет. Шеф-повар играет. Играю в телесериале. Назарова фамилия, по-моему, Дмитрий. Да, он прочитал стихотворение. То, прочитайте стихотворение. Смысл которого состоит, что все мы дураки, что празднули 9 мая. И смысл моего мое, что всички сме глупаци, что празднуем 9 мая. И това е ужасно. Это просто ужасно. Ужасно, нали? Слава Богу, что мы не такие люди. Что у нас есть память. Че имаме память. И что мы просто разумные люди. Да, и внутри нас есть любовь. И имаме любовь. Хотя бы к тем, кто умер за нас. Впреки, по ней, кому н Ei-За хора, които умер за нас. Ну, это такое праздничное вступление. И твое праздничное выведение. Да, со слезами на глазах. Сосозительно учи. Прославление. Прославление это. Хорошие у нас послания. Большое добро. Всем спасибо. Благодаря на всички. Да, я вот слушал и вспомнил стихи из Библии. Слушал и вспомнил из стихов от Библии. Когда-то у меня, я еженедельники, раньше, когда не было еще интернета, вел все время. Някога си водих план, когда нямаши телефони. Когда новый заводил, то переносил записи такой. Но, во всяком случае, в одном еженедельнике точно была записи. И с второго царства, когда ковчег завета несли, в город носили. И царь Давид шел впереди. Е вървял отпред. И прославлял Бога. И прославил Господа. Громко пел, кричал. Силно пял и викал. Прыгал, скакал. Скачал. Не думая о том, как он выглядит перед людьми. Без да мисли как изглежда за хората. А Михаэль, дочь Саула. А Михаэль, дъщерята на Саула. Она его осудила. Тя го осыдила. Ты же царь. Че ты лоханулся так? Че ты это скачешь? За что така се дрожишь? За что подскачаш? А он сказал, что буду прыгать, скакать еще сильнее. И не стыдиться. Още по-силно. Без да се срамувам. Есть проблема у нас. И не имаме проблем. И немалая. Мы стесняемся. Не се притесняваме. Мы зажаты. Не се срабуем. Мы не приходим в единодушие. И не имаме това единодушие. Когато прославим Господ. А когда все приходят единодушно. Как одна душа начинает славить Бога. То он приходит. Потому что он в словословии наш. Помните, когда Соломон открывал храм. И все единодушно начали славить Бога. И облако. И священники не могли стоять. И священники не могли стоять. А падали. С ними Бог работал. И Господ работал со стях. И люди получали благословение. Те се исцелявали. И так бывает в церквях. И так как все случилось в церквях. Где по-настоящему славят Бога. Где никто не стесняется. Где никого не се притеснява. Ни се срамува. И где атмосфера такая духовная. Что словословят от сердца. Не думая, что слева и что справа. Без да мыслят, какво все случилось у дясно или от лягу. И това утворено сердце. Вот эта способность. Способность полностью отдаться. Тази способность направлена да се отдадим на процеса на проставлението. И да освободим своя любовь. Вот это Богу и надо. И нам нужна любовь. И наша вера. И наша вера. И доверие. Вы же согласны со мной? Согласни ли сте? К сожалению. Далеко не у всех так получается. В некоторых церквях и Бога нет даже. В някои из церкви даже няма и Бог. Слав, не слав. Ибо там просто нет. Даже и да го славиш, там го няма. Знаете об этом? Знаете ли за това? Но в нашей церкви точно и с Бог. Обаче в нашата церкви има Бог. Недавно в комментарии получил, ну, видео разместил на Ютубе в Сибири. И оно посвящено было бизнесу. Беше посвятено на бизнес. Но я рассказывал там, что я с Богом делаю бизнес. И там рассказывал, че правя бизнес с Бог. И че Бог ми помага. Так, на всю аудиторию. Для всех. Казал го на всички. И един мой партнер. И един мой партнер. Такой, честно скажем, бестолковый. Малко глупов, честно казано. Но, бывает, да. Случва си. Он написал. Той ми писал. Наверное не в Боги дел, Олег Григорьевич. Сигурно работата не е в Бога. А в постоянството. В правильных действиях. В правилните действия. Которые приводят к результату. Които те водят до резултата. Как правильно пишет, да? А дальше. Полгода молюсь. И проложава половин година си моля. Днем и ночи. Прошу помощи. Моля го за помощь. Хоть какой-нибудь. Поне някаква. Покажи мне путь. Дай мудрости. Дай мудрости. И так далее. И ничего нет. Испросим его. Вера есть, что получу. Но не получаю. Не сижу, не жду. Манны небесной. Манны небесной не жду. Работаю. А толку ноль. Как так-то? Как так-то? Если во мне прибудете. Я прибуду в вас. То, чего не попросите, будет вам от Отца Небесного. Так не работает. Не дает он мне ничего. А только забирает то, что имею. Обидно. 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 Обидно, человек. Обидно. Да. Проблема. Проблем. Наверное, человек плохо понимает, что такое вера. Сигурно, човек не разбира добре, какво значи вера. Наверное, он чего-то не делает. Согласны? Сигурно, не прави нещо, както трябва. Просто не может быть така. Вера е, когда до конца. Вяра е, когда стигаш до края. Когда ничего нет. И год, и два, и три, и пять, и семь, и восемь. Когато минава една година, две, три, и седем. Обаче, ты продолжаешь да верваш, за что-то ти верваш. Ты не можешь остановиться в вере, потому что или у тебя есть вера, или нет веры. За что-то ти или имаш вера, или нямаш. У меня десять лет вообще ничего не получалось. Десять години нищо не ми се получаваше. На едно место. На одном месте. Десять лет. Десять години. Да, поэтому, поэтому я скажу таким людям, что не, не, не. И за това на тези хора ще им кажа. Рано, через полгода говорить, что Бог плохой. Рано, и след половин година доказываешь, что Бог е ложь. Ай, я разочаровался. Я разочарован сам. Да. Я разлюбил. Спрягду убичем. Я передумал. Размыслив. Я разочаровался. Разочаровался. И так далее. Я выхожу. Из Лизом. Это невозможно. Тва невозможно. Он говорит, вера есть. Има вера. Но денег нет. Поэтому веры нет. За твой няма вера и сезаминам. Так не бывает. Если случва такая. Меня попросили сегодня. Пастор попросил меня сказать сегодня. И пастор днес ме помоли. О деньгах, финансах. О приношениях. О десятинах. За приношението. Такая извечная тема в Библии. Това е една многовечна тема в Библии. В служението. В церквите. И все места писания уже давно прочитаны. Согласны? И все места писания советских поручений. Все давно все как бы знают. Всички удавно всичку знают. Но повторять это надо. Он бачит, трябва да все повторять. И говорить об этом надо. И трябва да говорим за това. И говорить об этом надо. Потому что если мы чего-то не имеем. Есть такие люди. Руки только не поднимайте, пожалуйста. Которые хотели бы что-то исправить в своем финансовом положении. Или вообще в жизни. Има таких охорок уйти. Больше иметь. Нещо в финансовия план. Да живет по-добре. Да бъдат по-близо към Бог. И да получават нещо от Него. Вот я подниму. Я за вас за всех поднял. Правильно? Аз ще сдигна ръката вместо. Всички ви. Всички писками. Верно или нет? Верно. Но написано уже. И прочитано многократно. И е вече прочитано. И е казано. Но почему-то от них есть. Обаче някои имат. Пък други нямат. И нету и нету. Нямат и нямат. И не половин година. Извините за вооружение. Като някои човек. Да. А вот нету. Няма. И дело связано, я уверен, что дело связано с верой. И токсичко исходовано с верой. Потому что вера, еще раз повторяю, она не кончается. И она растет. За что-то вера не треба да приключва, треба да расте. Она растет. Сначала как зелень. Расте. Потом как колос. Потом как полное зерно в колосе. Оно растет. Вера растет. Вера растет. Но для того, чтобы расти, надо слышать. Обаче за да растет, не треба да чуме. Нужно продолжать. Пробиваваме в слово. И да продолжаваме. Одно и то же. Одно и то же. Вера вколачивается. И когда вера приходит. И когда вера идва. То тогда все начинает. Тогава всичко започва. И това учудва. Если ты просишь. Когато молим. И не получаваш. А то, что ты просишь законно. И обещано. То у тебя, наверное, веры не хватает. Тогава не достигает верата. Или Бог имеет другой план на тебя. Или Бог, может быть, има другой план за тебя. Может быть, Он хочет гораздо больше, чем ты просишь. Может быть, иска много повече. Немножко в другой сфере. И Он просто тебя держит. В някоя другая сфера. Но всегда ответ один. Вера. 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 И когда мы повторяем церкви одно и то же. То это для того, чтобы была вера. Трябва да го правим, за да имаме вера. О, да я тебя слышал 10 раз. Это как раз и в той сфере. А ты относишься к тем людям. Обаче това се относится к коментария, которого я начал. Когда человек говорит. Это значит, что ты не знаешь. Обаче това значит, что ты не знаешь. Потому что конца нет. Че няма край. Края нет. Няма край. Читаю. Чита. При всем скажу. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Сколько раз мы это слышали? Колку пати смогу чували. Но когда ты начинаешь сеешь, то в голове начинает раица рой мыслей. Каких мыслей мы знаем. Таких мыслей мы знаем. Каждый уделяй. Апостол Павел говорит. Каждый уделяй по расположению сердца. Не с огорчением и не с принуждением. Ибо доброхотно дающего любит Бог. И този, който дава, него го обича Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Вот эти все заповеди, связанные с даянием. Всички тези заповеди, които са свързани, с дарявания, с приношения, с нашата отговорност за финансите. Все это нам дано для того, чтобы помочь нам подготовиться к жизни и в качестве Бога. Вот эти все наставления. Всички тези наставления. Я еще приду, например, к книге Малахии, в 3 главе, известна 7. И другим, и другим. Давайте и дастся вам. Это все для того, чтобы Он дал нам возможность выразить свою благодарность через дарение это. Если у нас есть вот эта самая вера, и если мы искренне любим Бога, то у нас есть еще одна возможность проявить это. И даяние как раз вот к этому относится. Каким образом уплата десятины пожертвований помогает нам выражать благодарность нашему Богу? Вопрос. Оля вот сейчас задавала вопрос, и я задам. Каким образом? Как мы можем отблагодарить Бога? Как мы можем отблагодарить на Господ, отдавая своя десятина? Причем Бог говорит, чтобы мы отдавали охотно. Когда кто-либо платит свою десятина, когато някой дава своя десятина, трябва да се радва на това. Ако не се радва, се лишават благословения. Ние трябва да се научим да даваме с удовольствие, с радост, с желание. И тогава този дар ще е благословен. Апостол Павел учил. И Апостол Павел не учи. Както вече прочитал. Каждый уделяй по расположению сердца. Всеки да отдава според расположение на своето сердце. Не с огорчением. И не с принуждением. Ибо, потому что доброхотно дающего е благо Бог. И поэтому, когда человек говорит, да, вот у меня ничего не получается. Вот он только меня забирает. И с той само ми взима неща. Я се моля и нищо не ми се получава. Това всичко е скрито в дълбочината, обаче с другого страна всичко е на повърхност и очевидно. Мы можем не приносить наши десятины. И вообще ничего не давать. Если нас никаким образом не интересует результат и наши отношения с Богом. Если мне все равно, что обо мне думает Бог, то плевать. Логично е. Тот, кто отдает десятину в церковь, тот любит Бога. Боится его. Страхува се от него. И отдает. И дава. Потому что любит. Защото го обича. А тот не отдает. А този, който не дава, който не изпълнява тези заповеди, той просто не любит Бога. И не доверяет его. И не му доверява. Это так просто и очевидно. И е толкова лесно и очевидно. И когда мы не отдаем, мы его еще не просто не любим. Мы обкрадываем. Ние его крадем. Враги, конечно, втираются в наши ряды. Разбира се, враговете ги има в наши рядове, които ни казват, че в Стария Завет, в старите времена, а сегодня, это не обязательство. Това вече не е задължително. И даже има и други учители, служители, които така правят. И мы переполним ад такими людьми. И ад е пылен с тези хора. Това е ужасно. Потому что написано, можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Пакви ими крадете. С чем обкрадуем мы тебя? Десетинами приношениями. Чрез десетинами приношениями. Это Бог говорит. Так как казва Господь. Господь Саваоф. Он говорит. Проклятием вы прокляты. Потому что вы весь народ обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные. И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными, счастливыми будут называть вас все народы, потому что вы будете землей вожделенной, говорит Господь Саваоф. Малахия, третья глава. Малахия, третья глава. И теперь я хочу сказать вам, после таких слов, в таком вступлении, я хочу сказать вам, я вот обдумывал это все, и написал, сейчас я прочитаю, когда ты находишься в церкви, когда ты находишься в церкви, старайся думать и говорить только о Боге, старайся да мислиш и да говоришь само за Бог, и о своей любви к Нему, и за своя любов к Нему. Всегда помни, тебя окружают, невидимые обычным глазом ангели, которые не можешь да видишь с окотости, и они фиксируют все твои слова и мысли, они записывают за тобой, что ты думаешь, что ты думаешь о пастыре, что ты думаешь о служителе, что ты думаешь о проповеде, о своих братьях и сестрах, за своих братьев и сестри, что ты думаешь о десятине приношении, Они фиксируют и записывают, какие чувства ты испытываешь, когда отдаешь или не отдаешь деньги. Все, все записывается и складируется в специальных комнатах на небесах. И мы свидетели на Иисус Христос. Свидетельство – это самое сильное проявление знания. В уголовном процессе существует система доказательств. В уголовном процессе существует система на доказательства от страната на обвинение и защита. Над ними судья, и он воспринимает те и другие доказательства. Главным доказательством является свидетели. Свидетели обвинения и защита. Кто такой свидетель? Свидетель говорит – я видел, я там был, я это пережил, я это испытал, я там присутствовал. Поэтому я смело утверждаю, что так оно есть. Когда Иисус возносился, он сказал – вы будете мне свидетелями во всей Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли. А чем свидетели? То, что он сделал в нашей жизни. В моей персональной жизни. У меня есть свидетельства. У меня есть железобетонные свидетельства, которые я знаю точно. Мне могут не верить. Но я знаю точно, что это со мной было. Я видел видение от Бога, которое показало мое будущее. Я это видел. Я был свидетелем, когда я возлагал руки, и человек исцелялся. Я этому свидетель. Но это не записано в Библии. В Библии записано другое. Там другие свидетели. Там такой свидетель его звали Саул. Он сказал – я шел в Дамаск. И меня ослепил свет. И голос сказал. Он свидетель. Это его главное свидетельство. Он шел по миру с этим свидетельством. Он говорил – я был на третьем небе. Знаю человека, который был на третьем небе. И видел и слышал то, что там говорится, что нельзя сказать словами вам. Он свидетель. Давид, который плясал перед Ковчегом. А его осуждали за то, что он ведет себя не солидно. Он сказал – плевать. Я свидетель, что Бог взял в моей жизни. И я не свидетель буду скакать, прыгать перед Богом всегда. И мне не важно, кто что подумает, кой какво что си помисли. Потому что меня интересует Бог. И его мнение обо мне. Я свидетель. Мы читаем. Я читаю свидетельства других людей. Например, я читаю свидетельства на других хора. Например, свидетельства на учителями. Мой наставник. Кеннида Хейгена. Я учился. Кеннида Хейгена. Я учился. Возрос на его истории, на его свидетельствах, на его книгах, на его учениях. В 16 лет он умирал. И он был в преддвери ада. Это его главное свидетельство. Он умирал. Он был смертельно болен. После того, как он три раза уходил. И поднимался в этот черный мрамь в середину земли. И стоял перед воротами ада. Это свидетельство. И твое свидетельство. Я верю в это свидетельство. Я верю вам в твое свидетельство. Последнее время у нас есть Библия. И там есть библейские свидетельства. Которое гарантирует нам 100% истина. Есть свидетельство людей. Мы выходим здесь и свидетельствуем. Вчера в моей жизни произошло такое, мне говорит женщина, я покаялась неделю назад, Олег Григорьевич сказал, чтобы я молилась на иных языках, говорит она, я была крещена им Святым Духом, но я никак не могла заговорить, а вчера мой сын, три с половиной года, мальчик, Арсений, с ним случилась какая-то беда, он все, головку светил, руки повесил, все, умирает, и скорую не вызвать, и я не знаю, что делать, и я ходила, и качала, и вдруг я вспомнила, что я верующий, и я начала молиться, я до этого не могла слова сказать на иных языках, а тут я начала кричать, и вдруг из меня полилось такое, чего я от себя никогда не ожидал, и мой ребенок на глазах ожил, и сейчас вот сладко сопит рядом, сладко спит, я счастлив и меня нет, и няма по-щастливо от меня, слава на Бога, и това е свидетельство, читаю я свидетельство, что-то свидетельство, есть такая известная в христианской литературе, книга, свидетельство за небеса, Мэри Кэтрин Бакстер, кто-нибудь читал, нет, да, очень известно, и в интернете есть все, и вот она пишет, я хочу прочитать, и тебя пишет, я читаю эту книгу недавно, ну, перечитываю, недавно начал перечитывать ее, свидетельство Мэри Кэтрин, там обо всем она, много, иисус приходил к ней много раз, больше 30 раз приходил, и забирал ее на небо, и показывал ей все, и потом дал ей поручение записать все это, и чтобы донести до людей, и самый главный его вывод, как он всем говорит людям, которых делает свидетелями, он говорит, я приду скоро, я приду скоро, гораздо раньше, чем вы думаете, будьте готовы, будьте готовы, смотрите, что происходит, вы должны это знать, и вот она пишет, ее брат Иисус приходил, забирал ее, потом отдавал ее ангелам, и они водили ее, значит, Иисус ее взимал, ее давал на ангелите, и те се развеждали, это необыкновенно, это необыкновенно, это необыкновенно, когда мы знаем, как бы, гадательно, сквозь тусклое стекло, читая Библию, и совсем другое дело, когда человек проникает на третье небо и получает откровение от Бога, и по его заданию свидетельствует, можно верить этому, можно не верить, но не принимать это в расчет невозможно, согласна с мной? Когда ангел позволил видению пройти передо мной, я увидела красивую маленькую церковь в деревне. Я не знаю, где церковь была расположена географически, но это была сельская церковь. При содействии ангела Божьего мне было позволено заглянуть в здание. И аз успях да надничал в тази сграда. Я увидела около тридцати человек, сидящих, на церковных скамьях, стоящих върху церковни пейки, и пастора проповядвал. Он говорил, Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его. Когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой. И да оставит нечестивый путь свой. И беззаконник помысл свой. И беззаконник помысл свой. И да обратиться к Господу. И да се убырне к Господу. И Он помилует Его. И к Богу нашему. И к нашему Богу. Ибо Он Многомилостив. Исаия, 55 глава. Когато гледах тази сцена. Я вот, вот шо вам скажу. Сейчас я дочитаю далеко. Многие из вас, наверное, бували в разных церквях. Сигурно много от вас са били в различни церкви. И в съборах больших. И в големи церкви. И в католични православни церкви. И в протестантски церкви. И в най-различни. И в домашни групи. И в красивих, огромних, огромних, огромных, десятки тизич мест церкви. Както в Южна Корея, например. И в такива мънички, като нашата. И я хочу вам сказать, что в основном церкви вот такие, като нашата. И не все там красиво. И там не всичко е красиво. И не все соответствует представлениям от церкви. И не всичко се ответства за представлите ни за церква. И люди. И хората. Не в белих одеждах. Не само в бели дрехи. И весь антураж не всегда самый лучший. И целия антураж винаги не е най-удачен. И когато идваш в такова церква. И думаешь. И си мислиш. Не е много красиво. И както вот оно, понимаете, стоиш там. И някак си заставаш там. Бог такой великий. И Господ е толкова великий. И Он говорит, я люблю свою церковь. И Той казва, а с убичем своята церква. И ее не одалеют врата ада. И няма как да ее одалеют врата. А тут такое. Пок тук. И собака может лежать, да. И может куча да има. Понимаете? Как-то вот оно все. Ну типа по-домашнему. И типа по-по-свойски. По-домашнему. Как-то несвященно. Обаче някак си неисвященно. Как-то нетрепетно. Някак си неотрепетно. Как-то вот, ну. Согласны? Понимаете, о чем я говорю? И вот слушайте дальше. Маленькая сельская церковь. Малкая сельская церковь. Она говорит, я когда ее увидела, то Бог крышу как бы свернул. И куда-то я видях Господь все одно примах на покриво, и я взглядах от горя. Это нас на небесах. И ангел ее повел, и вот привел. Куда-то вела на небеса, то ангел я завел до... Когда я смотрел на эту сцену. И куда-то взглядах тази сцена, картина. Где пастор проповедует из Исаи 55. А люди на церковных лавках сидят заслушаем. Я увидела могучего ангела, стоящего над церкви. Сопровождавший меня ангел рядом со мной сказал, при каждой церкви находится большой ангел. Этот ангел отвечает за всех других ангелов этой церкви. Два ангела с книгами стояли у двери церкви. Я видела людей, входящих и выходящих из церкви. Тогда мой сопровождающий ангел дал знак рукой, и казалось, что крыша отодвинулась, и я могла видеть внутри церкви. По каждой стороне от пастора за кафедрой стоял ангел. Помимо этих двух было еще два ангела. Всего четыре ангела окружали кафедру. Два ангела стояли в задней части церкви, за собрание. Еще двое стояли примерно на полпути в проходе. И возле алтаря тоже стояли два. Так что в церкви было довольно много ангелов. И в руках некоторых из них были свитки и ручки. Ангел сказал мне, я хочу показать тебе, что происходит. Пастор начал говорить, и его помощники Ашеры начали принимать пожертвования. Когда пожертвования были получены, ангелы записали отношения людей. Они записывали мысли жертвователей. Жалко ли им было давать на дело Господне. Или же они любили давать пожертвования. И рассматривали это как акт поклонения. Ангелы все это зарегистрировали в своих журналах наблюдений. И потом понесли на него. И след това ги отнесуха на небе. Там специальные комнаты. И они эти принесли. И другому ангелу, архивариусу, все вот это и он переписал. Вот это Митя Петров. Его мысли, когда он отдавал свои два рубля, были такие. А вот это бабушка Наташа. Ее мысли такие. Все записывается. Я помню, когда я очень многое прочитал про Смита Виглафорта. Я жил в нем там. Все, что можно было собрать в нем. И он мне говорил. Он мне говорил. Я выписал. Олег. Когда ты идешь в церковь. Когато отиваш на церковь. Ты не имеешь права. Ти нямаш право. Войти в церковь. Да влезеш в церковь. Без прославления Бога. Без да прославиш Господ. На небесном языке. На небесния язык. Ти должен войти туда в дух. Ти трябва да влезеш там в духа. Ти должен приготовить свой дух. Трябва да подготвиш духа си. И ты должен получать. И трябва да получаваш. В тази церкви. Благословение. Потому что Иисус. Защото Иисус. Сказал тебе. Ти каза. Что ты должен быть самым верным. Че трябва да си най-верният. В посещението. На богослужението. Потому что там. Защото там. Бог. Влиза. В твой лик. В твой лик. Это единственное место. И това е единственное место. Где ты можешь быть свободен. И любимым. И обичен. И там Бог. И там Господь те гледа. И когда мы входим в церковь. Когда мы находимся здесь. Когато се намираме тук. Нам нужно помнить. Ние трябва да си спомниме. Что каждую секунду. Че всяка една секунда. Господ. Через Своите служители. Бог. Мир. Который. Бог порядка. И мира. Бог нареда. И мира. Фиксирует буквально все за нами. Фиксирует абсолютно всичко след нас. Не потому что мы под КГБ сидим. Не потому что Бог нас охраня. А потому что Бог нас охраня. А потому что Господь не пази. Я помню. Меня поразили таки. Такие слова. Пастор перед большой церкви стоит и проповедует. И вдруг один из слушающих. И вдруг начал видеть ангела. Открыли вдруг духовные глаза. И он говорит. Я увидел сзади моего пастора. Двух огромных. Два с лишним метра белых красавца. Два метра и нечто белые красавцы. Отслушаетесь. Дальше слова. Которые с пугающей серьезностью. Будут со смногу гуляма серьезность. Наблюдали за пастором. Наблюдая в их пасторе. Охраняя его. Пази и киго. От возможных атак. От возможной атаки. С пугающей серьезностью. С смногу сильную серьезность. То есть ангелы, которые знают, о чем идет речь. Они знают, что надо делать. Они ходят за нами. И не только нас охраняем. И не само не пазят. Но они за нами и записывают. Те записывают след нас. И вот наступит момент. И ще дойде момент. Когда мы попадем на съедилище. Когато ще попаднем на съда. Христова. Христовия съд. И все вот это будет выложено. И всичко това ще не е изложено. Я думаю, что говоря о жертвоприношении. Как в форме проявления. Когато говорим за приношенията. Като под форма на любовь к Господ. Нужно выковывать себе правильное отношение. Нужно осознанно. Осознанно. Правилно решение. И да контролируем свой ум. И свои чувства. Относиться к этому. Как да се отнасяме к това. Ако никога не се чувал за това. И никога не се знал. И относишься к этому. И ако се отнасяш к това нещо. Безалаберно, скажем так. Безответственно. Безотговорно. Без да разбираш. То тогда это твоя ответственность. Из Библии очень много можно понять. Но это как бы гадательно многие вещи. Все не открывается в Библии. Не всичко се утварит в Библии. А вот через свидетельство людей. Которые не противоречат словам. Които не противоречат над думать и написание. Мы можем уточнить. Не можем да разберем. Как все происходит. Как се случва всичко. И настроить себя правильно. И да се настроим правильно. Изберечь себя. И да се падим. И да получим награда. Вы понимаете о чем я говорю? Разбирайте ли за какво говори? А Бог говорит дальше. Я еще прочитаю. А Господь продолжава нататък. Бог говорит. И. Вы же знаете, что Он будет судить нас. Сигурно знаете, че Той ще нас съжим. Словами сими. Через тези думи. Сими словами, которыми Он и говорил. Через думите, с които и говори. Что записано. Това което и записано. И. Я бы. Вот. Прокручиваю себя в голове многократно. Я бы сказал ему. Боже. Так я думал, что это общее место. Что это в принципе так сказано. Что ну так все говорят. Но я же не думал, что это так буквально дословно. А с несеми словами. Но у нас же приучены мы так говорить одно, думать другое, делать третье. Я думал, что это так вообще. Вообще. Понимаешь? Вообще. Так а с мисфикнами доказывали одно одно. Доправим другу. Буквально. У бачи. Буквально. Не думайте, что я пришел. Не мислейте часом душу. Нарушить закон. Или пророков. Или пророков. Не нарушить пришел я. Не до нарушения. У бачи. Доги исполни. Говорит Иисус. Сказывай Иисус. Ибо истинно говорю вам. Это что то истинно казываем. Доколе не придет небо и земля. И кату не дойди небе и земля. Ни одна йота. Ни одна йота. Или ни одна черта. И одна черта. Не придет. Няма да дойди от закона. Пока не исполнится все. И так. Кто нарушает одну из заповедей сих. Малейших. От малките заповеди. И научит так людей. И научит хората така. Тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Тогава малых, что сяна вечер в Царство. А който ся творит и научит. Тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев. То вы не войдете в Царство. Няма да влезете в Царството Небесно. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога. И заповеди Его соблюдай. Потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд. И все тайное. И всечку тайно. Хорошо ли оно или плохо. Дали добро или лошу. У меня есть парень один. Мой партнер. И мы медном. Чей мой партнер? Наученный отдавать десятину. То есть знает, как додавать десятину. Покаялся. И вот он мне прислал. И то ему исправьте одно нечто. Ну сейчас я не знаю. Наверное, он исправился. Но вот прислал он мне. Свидетельство про десятину. Свидетельство за десятину. Олег Григорьевич. Я заработал 30 тысяч охранником в гостинице в горах. Он в Симферополе живет. Находился в горах. Церкви рядом не было. И на эти деньги. За 30 тысяч рублей. Я купил себе телевизор. Аз си купих телевизор. Планшет. Таблет. Смартфон. Смартфон. И мышку для ноутбука. И една мишка за лаптопами. Десятину зажал. И десятината си я запазих за себе. Телевизор проработал один час. И сгорел встроенный тюнер. Планшет не работает. Гнездо для вывода на монитор. Смартфон не работает. Гнездо для наушников. Не работи. Там не работи. Мишка не работает. Колесо для прокрутки страниц. Мишка не работает. Прости, Господи. Я все понял. Разбрах всичко. За цел живот. Хорошее свидетельство, правда? Духово свидетельство, нали? Я, собственно, завершил свое короткое свидетельство. Приключил с мое краткое свидетельство. Если... Сколько времени? Колко часа? Я могу еще? Если вы не возражаете, я прочитаю... Яко не возражаете, я прочитаю... Расказ. Един рассказ. Который я написал. Кой-то написал сам. Я уже прочитал. Некоторые слышали. Некоторые много раз слышали. Некоторые много раз слышали. Но для тех, кто не слышал, я прочитаю. Кобачи за это языкуют, у них сочували. Если вы не возражаете, даже два. Потому что один из другого вытекает. Даже два раз сказали, что я прочитал. Хорошо? Не возражаете? Автор читает. Четя его автора. Как Люшкин. Помните? Автор читает. Да. Когда-то я написал такой рассказ. Некоторые написали. И с этого началось. Это было давно уже. Два больше удавна. Я покаялся не так давно. Года два, наверное. Как я покаялся. И вот. Неожиданно. Находясь в командировке. Что-то вот так вот меня как заклинило. Я как сел и написал. Нечто изведнъж се случи с мен. И седнах и го написах. И тогава разбрах, че мога да пиша всъщност. Казва се, я счастлив човек. Я в Самария находился в командировке. Вы до Москвы. Я кивнул. Молодой человек, лет 35, лысеющийся лба блондин с бледно-голубыми глазами. Молодой человек, лет 35, лысеющийся лба блондин с бледно-голубыми глазами. И красноватым лицом. В дешевой черно-белой клетчатой рубахе. Вежливо улыбаясь, начал обычный разговор. Сразу, как я только уселся напротив него. А вы сами, я гляжу, тоже не самарский. А я из Новосибирска, не обижаясь на отсутствие ответа, продолжал парень. В речном порту работаю инженером. Здесь, в Самарии, у меня теща. Так что, я на пару дней заезжал повидаться. Гостинцы забросил. А сейчас в Москву в командировку. Можно я вас спрашиваю? Вы видели когда-нибудь по-настоящему счастливого человека? Если нет, смотрите на меня. Я как раз такой. Он разулыбался во весь рост. Очень рад за вас, сказал я. И достал из портфеля, купленный на вокзале, свежие газеты. А вот скажите. А вы верите в Бога? Но начинается, подумал я. Раздраженно покрутив головой. Дал Бог попутчика. Забодает ведь пока до Москвы доедем. А я вот верю теперь. Раньше даже не думал об этом. Есть он или нет. А вот теперь верю. А знаете ли, за что? А потому что я его видел. Да-да, я серьезно, с собственными глазами видел. Он наклонился вперед, заглядывая мне в лицо и коснулся рукой моего колена. До косна на коляното ми. Я дюрнул ногу и отодвинулся. Аз се отдръпнах. Не верите? Не верите ли? Да, они все верят. А я его видел. Не всички верват, обаче аз го виждах. Парень смотрел на меня радостно лупался. Аз го гледах. Аз го гледах. Да что вы говорите? А он вас, надо же подумать только. Да си помисли само човек. Первый раз встречаю такого героя. Можете нам луся чай попить? Вы думаете, я шучу? Нет, нет, я не сумасшедший. Мне иногда говорят, что у меня на этой теме крыша подвинулась. Но я просто видел его и все. И он меня спас. В прошлом году дело было. В августе, 27 числа. Как раз у моей дочки Настя день рождения. Пятница была. Мы с бригадой обедали на берегу. Ребята в домино, а я по бревнам пошел. Но стоят у нас бревна на воде. Дровата бяха в вода. Плотно очень, толстые такие. Сосна. И я часто по ним хожу. Тут как раз Наташа. Эта жена моя позвонила, чтобы я торт не забыл купить. Но еще там к столу кое-что. И вдруг. До сих пор не пойму, как такое могло случиться. Нога скользнула. Я между бревен шарах. И я паднух между тези дерева. Попутчик мой взмахнул руками и зажмурился. Глаза открываю. Он открыл глаза. И си намръжьте. Смотрю в воде. Я спогледнах, че са наминам в вода. Только полоски света наверху между бревнами. Узкие таки полоски. Много тънки дерева. Но я задергался. Давай бревна раздвигайте. Чтобы вы нырнуйте. И започнах да се измурквам. И еще подумал, помню, что хорошо в течении. Затоки течения нету. А то бы все, кранты. Помислих си, че добре, че нямаш и течения. И че иначе ще ся умра. Биюсь, а воздухата нету. Бия се и не ми стига въздух. Вдруг жарко стало. И изднъж ми става горещо. Смотрю, я уже не в воде. Гледам, че вече не съм в водата. Иду по песку. Аз вървя по пясъка. Гаряче такой, аз ще избадим те ноги жжо. Много горещо с пясък. Чак ми парят краката. Один песок кругом, как в пустыни. Такой ярко-красный мелкий песок. Жарище, как в парилке. Горещо, като в сауна. Небето странно и кафяво. Вървя надолу. Вниз так и тащит. И ме дърпа надолу. И жарко так, жарко, что в ртух все сразу пересохло. Дышать нечем. Не мога да дишам. Да еще ванище какая-то мерзкая. Думаю, что это за место? Как я сюда попал? Ведь я ж только что под бревнами кувахался. И вдруг, не зная даже как вам это объяснить, я понял, что я умер. Все, Коля, капец тебе, говорю сам себе. А поверить до конца не могу. Иду вниз. Оглядываясь по сторонам и думаем. А как же день рождения дочки? Жена же торт ждет, лавровый лист, майонез. А я тут. Как я домой-то попаду теперь? Я же опоздаю на день рождения. Смотрю справа, слева, впереди народ идет. Так же как и я. Все вниз по-одиночки придут. Всички отиват надолу. Несчастные такие. Многие плачут. Много плачут. Да громко. А глянусь, вижу только глаза. От страха дикие. И рты открыты. И кричат. И сплашени очи, и които викат. Страшно мне стало. И места на страх. И вы не поверите, никогда так не боялся. И что интересно, чем ниже спускаюсь, тем страшнее. Жутко. Неужели так все и бывает, думаю. Вот так люди помирают. Но я-то молодой же еще. Тем более сегодня пятница. Гости придут. Наташа Лаврова Ильич ждет. Наташа Чака. А я взял и утонул. Глупо, как все получилось. Зачем я на эти бревна полез? Иду я, значит, со всеми так. И ворвя со стички заеду. И неожиданно меня накрыло. Это не шутки Коля. Это не играя, не сом. Ты реально помер. Ты на истинность умрял. В мозгах революция. И вот мозгами стала революция. Мысли скачут. Что дальше-то? Что делать? Как теперь что будет? Как вождите, случва. Смотрю, а впереди вроде как бы море. И глядом... Вода. И берег песчаный, типа пляжа. И пясочный бряк. И люди. И люди кругом. Хора на всякоре. Очень много людей. Много хора на всякоре. Одни, как я, только подходят к этому пляжу. И едните саму стига, тот и тот пляж. Другие на самом берегу. А некоторые уже в воде стоят. Кто по колену, а кто по поясу. Дальше дым, как плохо видно. Главное, что все они не переставая кричат. Крик стоит истошный. Впереди, сзади, по бокам. Кругом кричат люди. Мужчины и женщины. Ужас. Страшно. Я понял, что в эту воду заходить мне нельзя. И аз разбрах, че не мога да везем в тази вода. И ако влязе, няма как да излязе. От этой мысли в походу, как похолодела и занела. И за малко да падна. Впервые в жизни я испытал, как страх физически хватает и сжимает твое тело. Което физически те стисква. Никогда в жизни я не испытал такого кошмара. Никогда не испытывал такого нечто при живота си. Главное, что до тебя нет никому дела. Кричи, не кричи. Дали викаш или не. Никто не услышит и не поможет. И снова как озарение. И отново, как озарение. Так я же в аду. Аз съм в ада. Так вот он, какое оказывается. Ето какъв е. Я не хочу, не хочу. Никогда в жизни я так громко не кричал. Никогда не виках толкова силно. За что я здесь? За что съм тук? Что я натворил? Какво направих? Я не вор, не убийца. Не съм крадет, не съм убийца. Даже не пуша. Но выпиваю иногда. Но я же обычный человек. Простой инженер. Живу себе в Новосибирске. Работаю честно. Никого не трогаю. Почему? За что я тут? За что? За что съм тук? А в это время меня все ближе, като устранено в море воде тащат. Еле удерживаюсь на ногах. И едва се държа на крака. Ступни огнем горят. Степолата ми парят. Въздухът е толкова си. Горече, чем в сауне. Погорече от в сауната. В другом крике. На всякаре викат, стонове. И вонь ужасная. Такого тратительного запаха никогда не встречал. Толкова гадна меризма никога не съм срещал. Вдруг вижу справа. Извиняш, что дясно виждам. Далеко по берегу идет кто-то в белом. Ближе, ближе. И я вижу, что это Иисус Христос. Вот как на картинках Его рисуют, таким Его и вижу. Сразу узнал. Извиняш, что Его признах. Беже в белу сияющие дрехи. Почему-то понимаешь, что это хитон. Одежда Его так называется. Сандалии. Волосы длинные. Долго кусал. Борода красивый. Очень строгий такой. Идет по берегу справа налево. Мимо меня проходит и начинает удаляться уже. А я как бы знаю внутри себя. И аз вътре знам, что только Он может вытащить приняться. И я начинаю кричать. И я започвам да викам. Иисус! 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 А Он не слышит и уходит все дальше и дальше. И я уже почти к берегу подхожу. И почти стигнах брега. Уже ровная пляжная полоса. И понимаю, зайду в эту воду. Моя крышка. Кричу еще громче. И викам още посилно. Иисус! Иисус! Он не слышит. Иисус! Нет. Все внутри сжалося от ужаса. И всичко вътре в мен се стисне от ужаса. Вот тогда было самое страшное. Тогава беше най-страшно. Именно тогда я по-настоящему осознал. Точно тогава аз осознах, что мне конец. Че е край. Что этот кошмар навсегда. Что я не выйду отсюда никогда. Не в понедельник. Ни то в понедельник. Ни осенью. Ни то през десента. Ни то через год. Ни то след една година. След сто години. И даже не через тысячу лет. И даже не след хиляди години. Вдруг там все время было вдруг. И изведнъж. До меня дошло, что впереди не вода. А та самая сера. И она кипит. И я буду стоять в ней вечности. И аз ще съм вечности в нея. Вот это слово вечности. Тази дума вечности. Оно. Оно самое ужасное там. Тя е най-ужасната там. Никакой. Даже самая малюсенькая надежда. Даже най-малка надежда. Завинаги. Ты останешься там навсегда. Навсегда. Завинаги. Из последних сил. Как крикнул. Иисус. И Он обернулся. И той се обърнал. Да. Мой молодой попутчик весь как-то засветился и замолчал. И младото момче се усмихна и се замолча. Какое-то время он сидел молча, прикрыл глаза. И някакое время той стоеше молча, с затворим мочи. И след това продолжил. И его взгляд я теперь не забуду никогда. Негови поглед никога няма да забравя. Той ме гледаше, право в сърцето ми. Это было так щемяще сладко. Невыносимо счастье захлестувало мене. Тепла мягка вълна его любви. Как будто окутало все мое существо. Ме обгърна. Ме не было так хорошо. И аз се чувствах толкова добре. И ме беше толкова сран пред него. Я совсем-совсем не знал его. Аз съвсем не го познавах. Конечно, я слышал раньше. Как тот рассказывал про Иисуса Христа. Который вроде как бы умер за людей. Чтобы очистить их от грехов и спасти. Но я тогда думал, что это так. Сказки для лохов. И вот теперь я здесь в Аду. И сега аз съм тук в Адам. В самым реальном и настоящем Аду. В най-истински реалния Ад. Мало того, я вижу живого Христа и знаю. Каждая клетка и свои плоти знаю. Он мой Спаситель. И зависел я только от Него. Вдруг я почувствовал боли в груди. Она приходила толчками. Все сильнее и сильнее. Терпеть было просто невозможно. Я закричал и услышал. И извиках и чух. Он дышит, дышит. Той дышит. Кто-то тяжелый навалился на меня. И давил руками в грудь. И стискавши гордители. Я лежал на земле. Вокруг люди. Наоколу имаше хора. Аз бях в водата 40 минути. И когато хората ми извадиха, аз бях мокър труп. Парень со скорой начал делать искусственное дыхание. Акто-то молился. Теперь я знаю, что именно он своя молитва и докричал се до Исуса. Така е моя история. Мы оба молчали. Поезд летел в ночной темноти. А вот скажите. Если вы вдруг умрете сейчас. Вы уверены, что вы спасены и не попадете, как я в ад? Вы уверены в своем спасении? Не знаю. Нет, наверное, нет. А при чем здесь моя уверенность? Незамысловатое рассказство молодого парня, я скажу честно тронул меня. Този раз късме докосно. Что-то в душе мое и заныло. И затрепетало. Започне затрепери. Как при чем? Как така? Какво общо има? Коля всем телом подался вперед. Вам же надо раскаяться перед Богом в свои греха. Трябва да се раскаете пред Бога в свои греха. Трябва да изберете Иисуса за Своим Господом и Спасителем. И жить с Ним. И да живеете с Него. Он ведь умер за вас. Защото Той умрял за вас. И все. И това е. Радостно и почему-то шепотом сказал Он. Радостно шепни, ки каза Той. Хотите я за вас помолюсь? Ако искате, мога да се помоля за вас. Он закивал головой. Хотите? И Той ким ваше. Искате ли? Ну, повторяйте за мной тогава. Дорогой Бог. Скъпи Бог. Отец. Прости ми моите грехи. Пожалуйста, очисти. Моляте да ме очистиш. Да ме освободиш. Господ Иисус. Господ Иисус. Влез в моето сърце. Стани моим Господом и Спасителем. Запиши моето име в книгата на живота. И аз верам, че си умрял за мен. И си възкръснал. И сега си жив. И аз отдавам на теб живота си. И аз съм Твой. Амин. Я безропотно повторих. Слези потоком лилист по моим щекам. На душата ми беше толкова добре. Мир разливался внутри. И мирът се разливаше по мен. Слава Бог, че ми это сказали. Слава на Могу, че мето сказали. Това беше свидетел. Который пережил. Который знает, что он говорит. Который използва свое свидетельство. И който из ползва своето свидетельство. Зад га спасява хора. Используй для этого любви възможности. Используй ки всяка възможности за това. И това свидетельство. это для нас пример. Потому что огромное множество людей движутся в ад. И мы предназначены для того, что свидетельствуем. Но для этого надо иметь свидетельство, что Бог сделал наши жизни. А для этого надо быть верным и любящим. И когда ты приходишь в церковь, и когда идем в церковь, нужно всегда помнить, что ты пришел в Божий дом, и что двое или трое се събрали заради имято на Исус. Он здесь, и ангелите Му са здесь. И те се трудят за Него. Фиксирайки всичко, което мислим и правим. Амин. Спасибо Вам за внимание. Слава Исусу Христу! Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ